Вот мы сейчас с вами, и в данном случае не только мы с вами, но и все граждане Российской Федерации очень внимательно смотрят, чем всё закончится. Значит, если закончится ничем, и мы увидим замечательное трудоустройство господина Сердюкова, ну тогда все поймут, что это, в общем-то, на самом деле пиар, либо это какие-то группировки решили вот так вот, некий передел не собственности в данном случае, а влажных полномочий. Потому что вопросов возникает очень много, ответов на них пока нет. Более того, я выскажу своё предположение, что ситуация с обороносервисом, с бывшим министром обороны, с ГЛОНАССом, это уже ситуация, которая не управляется. Я не буду говорить о Джине, выпущенном из бутылки, но у меня такое ощущение, что даже если есть у кого-то планы и виды, что это как-то так всё должно утрястись, утрястись будет очень сложно. Потому что слишком громко было заявлено, слишком очевидно для любого, с равностью человека, что за те безобразия, которые творили подчинённые, значит, я не говорю пока о уголовной ответственности, но кроме смещения с поста, вот то, что называется административная ответственность, вот такая гражданская ответственность, безусловно, должна быть. Потому что это странно, когда человек, возглавляя министерство, приведя туда людей, это же он их всех поставил, и выясняется, что эти люди совершали преступления. Человек, который отвечал за это министра, должен ответить. Вот как ответить? То, что он потерял свой пост, значит, ну это да, это, значит, наверное, абсолютно правильное решение. А вот дальше, конечно, мы все будем вместе с вами, если граждане Российской Федерации будут наблюдать. Но ведь, как я уже сказал, вопросов-то появляется всё больше и больше, да, нам же пока ещё неизвестно, какие показания дают арестованные люди, значит, и что они там показывают, и где всё это аккумулируется, и каким образом вся эта ситуация пойдёт. Поэтому, мне кажется, скорее нужно говорить не о месте работе, а о месте то, что у нас называется либо административно-процессуальный, либо уголовно-процессуальный кодекс. Вот, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, мы с вами поймём, что же это такое реальная борьба с коррупцией, либо очередная декларация намерения о такой борьбе. Но для меня есть ещё абсолютно очевидная вещь, я о ней публично всё время говорю. До тех пор, пока Российская Федерация не артифицирует 20-ю статью Конвенции Организации Медененных Наций о противодействии коррупции, я буду понимать, пока этого не случится, у нас реальной борьбы с коррупцией не будет. Будут только декларации. Но есть позитивные сигналы, скажем так. Вот вы знаете, что закон о контроле за расходом госчиновников, который является половинчатым даже, с нашей точки зрения, таким четвертушным, но всё равно это закон в нужном направлении, мы его поддерживаем. Вот у меня есть информация, что на заключительном этапе, возможно, туда будут внесены поправки. И поправки правильные. Я пока не готов говорить, какие это поправки. Но вот поправки, скажем, явно улучшающие этот законопроект и в чём-то, на самом деле, приближающиеся как раз к той самой норме 20-й статьи Конвенции ООН. То есть получается такая ситуация, что мы саму статью пока не ратифицируем, но какие-то шаги в направлении подготовки к существующему правовому полю в этой области мы делаем. Это, мне кажется, сигнал позитивный.